Продолжение следует... 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 но сегодня у нее нет пятого главного фактора – политической воли и национально-мыслящего правительства. А следовательно, у правящего режима нет и готовности вести страну путем преобразований, при этом болтовня о модернизации ничего всерьез не решает. У страны есть средства для развития, но они отправляются в Западный банк. Есть природные ресурсы, но они разбазариваются и уничтожаются. Есть интеллектуальный потенциал, но вглубится через утечку умов, разрушение школы и дебилизацию зомби-ящиков. Для масштабных преобразований нужна поддержка широких народных масс, но народ не может и не будет поддерживать олигархическую власть и политику. Сегодня каждый обязан осознать, что без смены власти страна обречена и спасти ее невозможно. Команда Патриотических сил России предлагает обществу свою программу действий и надеется на поддержку. Большинство курс правительства народного доверия будет подчинен решению следующих главных задач. Первое. Обеспечение национальной безопасности. Второе. Переход от экономического упадка к ускоренному развитию. Третье. Преодоление бедности и социальной деградации. Решение этих задач мы намерены осуществить по формуле 3, плюс 7, плюс 5. Три направления новой внешней политики уже названы. Вместе с ними мы объявляем о семи направлениях новоэкономической политики и пяти социальных приоритетах в интересах всех граждан страны, наших союзников и друзей. Новоэкономическая политика КПРФ исповедует принцип экономика роста вместо экономики скважины. Первое. Мы осуществим национализацию сырьевых и ряда других отраслей промышленности. За годы приватизации и реформ уничтожено более двух детей промышленного потенциала страны. Пора исправлять положение. Национализации позволит сосредоточить руках государства крупные финансовые ресурсы, направить их на восстановление экономики и решение других проблем. В добывающей отрасли России, слушайте, сегодня работает 9 850 предприятий и только 416 из них государственных. В результате прибыль олигархов 400 с лишним раз больше того, что получает вся страна от эксплуатации природных ресурсов, которые тысячу лет собирали, защищали, отвоевали и добывали. Стоит ли удивляться, что нищих в России не убавляется, инфраструктура разваливается, а миллиардеров удваивается, число дорогого кризиса. Помимо серьезных отраслей, национализации затронет металлургию, авиастроение, машиностроение, электроэнергетику и другие базы отрасли. Страна избавится от разрушительного господства дикого рынка, будет восстановлено государственное регулирование экономической жизни, планирование основных направлений финансовой, промышленной и сельскохозяйственной политики. Второе. Мы проведем новую индустриализацию страны, реализуем принцип модернизации без остановок. Новая индустриализация будет проводиться на основе передовых достижений научно-технического прогресса. Наука вернется во все отрасли экономики и прежде всего в электронику, станкостроение, приборостроение, машиностроение, авиапром, автомобилестроение, суностроение и химическую промышленность. Продукция этих отраслей вновь будет производиться в России, а не приобретаться за границей. Появятся индустриальные парки с единой экосистемой и нулевыми выбросами. Заработает единая энергетическая система страны. Тарифы на электроэнергию, цены на уголи горюч с массой материалами будут снижены и станут строго регулироваться. Будет сформирована система поощрения населения за покупку экологичных транспортных средств и бытовой техники, других инновационных продуктов. Третье. Сельское хозяйство – предмет нашей особой заботы. КПРФ гарантирует возражение российской деревни на основе ряда приоритетов. Новые земельные, лесные и водные кодексы закрепят собственность государства на земельные и лесные угодья и водные акватории. Земля будет безвозмездно передаваться для сельскохозяйственных целей, земельные спекуляции прекратятся. Восподдержка сельского хозяйства будет обеспечена на уровне передовых стран. Ассигнование новое развитие составит 10-15%, а не как все 10 лет подряд под руководством Кудрина всего 1%. Правительство обеспечит восстановление крупных коллективных хозяйств, оно проведет техническое перевождение сельского хозяйства, примет и профинансирует программы развития сельхозмашиностроения. Село получит новую жизнь, сельские жители будут обеспечены жильем, учреждениями культуры, школами, больницами, поликлиниками и детскими садами. Продовольственная безопасность будет восстановлена. Россия не вступит в этого на невыгодных для себя условиях. Четвертое. Правительство народного доверия перейдет к новой финансовой политике. Основу банковской системы России составят созданные государственные банки, включая Внештурбанк, Сбербанк, Стройбанк, Сельхозбанк. Они обеспечат рациональное использование финансового ресурса страны и эффективное денежное обращение. Государственный Сбербанк обеспечит бесплатное обслуживание граждан при оплате жилищно-коммунальных и других услуг. Будет свернута спекулятивная банковская система, удушающая экономику непомерно высокими процентами на кредит, сохранятся коммерческие банки, которые обеспечат услуги, стимулирующие экономическое и социальное развитие страны. Пятое. Правительство пересмотрит систему налогообложения. Будет введен прогрессивный подоходный налог на граждан с освобождением бедного населения от его вклады. Весомые льготы получат те производства, что выпускают конкурентоспособную продукцию, направляют средства на научно-технические и опытно-конструкторские работы. Налоги для предприятий реального сектора экономики будут снижены. Шестое. Народное правительство обеспечит эффективное взаимодействие российской науки со сферой производства. Правительство народного доверия сделает все, чтобы нарастить интеллектуальный потенциал нации. Будет покончено с позорной ситуацией, когда доля продукции высоких технологий в экспорте США достигла 40%. В Германии и Японии превысило 30%, а в России уменьшилось до 0,5%. В течение первых трех лет мы увеличим финансирование отечественной науки не менее чем вдвое. Наша правительство сохранит и обеспечит развитие созданных советской властью наукоградов. Научный центр России получит поддержку государства и станут опорой его возрождения. Достойная оплата труда позволит поднять статус ученых. Перспективные молодые исследователи получат жилье и другие меры поддержки и поощрения. Стипендии аспирантов и докторантов вырастут в среднем в 4 раза. Российская наука станет участвовать в выработке, подчеркиваю, всех значимых государственных решений. Будет повышено значение анализа, прогнозирование и планирование деятельности органов власти, стратегии национальной безопасности страны отныне будут увязываться со стратегией научно-образовательных приоритетов. Ключевые решения президента и правительства не будут приниматься без одобрения Высшего интеллектуального совета России. Седьмое. Наше правительство реализует комплексную программу покорения пространства. КБРФ вернется к советскому опыту развития всех видов транспорта, обогатив его современными мировыми достижениями. Регулирование тарифов на перевозки снизит и держит хозяйствующих субъектов и даст гражданам свободу передвижения. Мы возвратим госсобственность железной дороги. Новые скоростные магистрали соединят страну и обеспечат передвижение из Владивостока в Москву за двое суток. Разрушенная инфраструктура воздушного флота будет восстановлена. Авиастроение получит достаточный объем инвестиций. Укрупнение авиакомпаний будет взвести с перспективой монополизации данной отрасли государством. Будет создана современная региональная авиация. За прошлый год 10 заводов под руководством премьера Путина дали на свои рынки 8 гражданских самолетов. И за год рухнуло ровно 8 гражданских, в которых погибли десятки людей. Хотя в свое время мы на 15 советских заводах производили год полторы тысячи летательных аппаратов. И каждый третий в мире летал на елых и тушках. Отечественные судоходные компании и судостроители...